Илон Маск станет первым в мире триллионером. А что ему в этом поможет, узнаете в выпуске. Boring Company начинает строительство большой сети туннелей под Вегасом. Представлен летающий электробайк Jetson 1. Комплект Sigway Mecha Kit превращает гироскутер в электрокарт. Эти и другие темы прямо сейчас. Не забываем подписываться на канал, досматривать это видео до конца. Ну а мы начинаем. Илон Маск уже стал самым богатым человеком в мире благодаря успехам Тесла. Однако вовсе не Тесла, а космическая компания SpaceX позволит Маску стать первым в мире триллионером. Адам Джонас из Морган Стэнли в своей исследовательской записке утверждает, что космическая компания Маска оспаривает любые предвзятые представления о возможностях ракет, космических кораблей и вспомогательной инфраструктуры. Согласно рейтингу Bloomberg, доля Маска в SpaceX в настоящее время формирует менее 17% от его состояния, которое оценивается на данный момент почти в 250 миллиардов долларов. Предположение о том, что Маск станет первым в мире триллионером, высказывалось и раньше. Однако тогда предполагалось, что он нарастит свой капитал благодаря Тесла. Стремительный рост производителя электромобилей, который начался в прошлом году, привел к резкому росту чистой стоимости активов Маска. Хочу еще пару слов добавить про одну из компаний Маска, Боринг Компани, которая получила согласие местных властей на продолжение строительства тоннелей под Лас-Вегасом. Система Vegas Loop, состоящая из подземных магистралей, по которым ездят электрические Теслы, соединит район казино с новым футбольным стадионом города, выставочным центром и международным аэропортом. Общая протяженность новой сети составит 47 километров. Она объединит 51 посадочную станцию. Стоимость проезда на Vegas Loop будет больше, чем на наземном общественном транспорте и меньше, чем на такси. Пятиминутная поездка от аэропорта до выставочного центра обойдется в 10 долларов, а оттуда до стадиона в 6. Шведская компания Jetson Aero представила одноместный летающий электробайк Jetson One с ценником 92 тысячи долларов. Аппарат предназначен для развлечений и не претендует на роль серьезного транспортного средства. Тем не менее, впечатления от полетов на Jetson One обещают оказаться настолько яркими, что все заказы на 22-й год и большинство на 23-й уже предоплачены. Аппарат представляет собой раму типа багги из алюминия и углепластика. Летающий байк одноместный с одним пилотом весом 85 килограммов. Полет длится 20 минут, после чего батарею придется долго заряжать. Размеры Jetson One составляет 2845 на 2400 на 1030 миллиметров при весе 92 килограмма. Стойки с двигателями и пропеллерами могут складываться, поэтому в гараже летающий электробайк будет занимать примерно столько же места, как и обычный мотоцикл. В полете аппарат разгоняется до 102 километров в час. Он остается в воздухе даже при одной выключенной стойке. Система автоматического управления заставит байк зависнуть в воздухе, если пилот отпустит ручки управления, левую газа и правую для маневров. Также предусмотрена система определения препятствий, что помогает пилоту маневрировать в сложных условиях. На крайний случай предусмотрен баллистический парашют, если вдруг придется падать с опасной высоты. Мощности Jetson Aero позволяет собирать всего 12 воздушных электробайков в год. Заказы на 2022 год уже размещены, а на 2023 год на момент публикации заметки оставалось три вакантные заявки, за каждую из которых необходимо внести предоплату в размере 22 тысяч долларов. Кстати, Jetson One поставляется как конструктор, собранный наполовину, предоставляя владельцу возможность собрать аппарат самостоятельно. Китайский разработчик и витол аппаратов HT Aero, дочернее предприятие Xpeng Motors, успешно закрыл свой первый раунд финансирования. Компания получила рекордные 500 миллионов долларов, которые будут направлены на проектирование, производство и испытание полностью электрического аэромобиля. При поддержке инженеров из материнской компании Xpeng, HT Aero рассчитывает организовать полеты своего и витол аппарата в 2024 году. Будущий аэромобиль HT Aero – это гибрид традиционной машины и летающего аппарата. По заявлениям стартапа, владельцы и витол смогут передвигаться по дорогам общего пользования и при необходимости подниматься в воздух с места. Системе не потребуется взлетная площадка и дополнительное оборудование для взлета. Для реализации этой концепции, HT планирует получить сразу два сертификата – для поездок по дорогам и для перелетов над городами соответственно. Несмотря на то, что HT Aero еще не показала ни одного готового и витол аппарата, компания уже обладает соответствующим опытом в их проектировании. Аэродекси Voyager X1 и Voyager X2, представленные на мероприятиях Xpeng Motors в течение последних двух лет, собирались на основе технологии HT Aero и уже прошли несколько базовых испытаний. По словам гендиректора Xpeng, будущие продукты HT Aero будут выпускаться под одноименным брендом, а сами аэромобили станут частью экосистемы Xpeng. Сигвей Ninebot анонсировала комплект Мека Кит, который устанавливается на гироскутеры Ninebot S и Ninebot S Кит, превращая их в нечто похожее на электрические карты. Установив комплект на гироскутер, владелец машины уже не должен стоять на платформе. В конструкции предусмотрено сидение и место для ног. Управление производится не традиционными наклонами, а посредством двух джойстиков, которые расположены на подлокотниках. Машина предназначена для молодежной аудитории, и в том числе поэтому здесь есть возможность стрелять гелевыми пулями, которые впоследствии легко разлагаются, оставляя после себя безвредный порошок. В комплекте поставляется около 6 тысяч таких пуль, что позволяет устраивать бои на картах с друзьями. В нижней части платформы Мека Кит установлена настраиваемая светодиодная RGB-подсветка. Также присутствует встроенная аудиосистема с поддержкой Bluetooth. Помимо джойстиков, управление машиной, в том числе и удаленное, производится посредством мобильного приложения Segway Ninebot. Мека Кит производится на крепкой стальной раме, которая исключает деформацию и выдерживает максимальную массу до 100 килограммов. Razer начала продажи своей умной защитной маски с RGB-подсветкой Razer Zephyr за 99 баксов, и всю первую партию сразу же скупили. Изначально компания представила концептуальный многоразовый респиратор N95. Они способны отфильтровать примерно 95% мелких частиц. Маска под названием Project Castle была представлена на январской выставке CS-2021. Интерес к концепту оказался настолько высоким, что в итоге Razer решила воплотить его в реальном продукте. Razer Zephyr оснащена двумя воздухообменными камерами, которые позволяют воздуху свободно входить и выходить из носимого воздухоочистителя. Фильтры класса N95 с двусторонней защитой сохраняют оптимальную эффективность фильтрации до трех дней, после чего их можно заменить на новые. Маска дополнена парой двускоростных вентиляторов, которые обеспечивают усиленную циркуляцию воздуха для более эффективного охлаждения, обеспечивая стабильный приток свежего фильтрованного воздуха и повышенный комфорт. Также маска выделяется прозрачным дизайном со слоем противотуманного покрытия, внутренней настраиваемой подвески Razer Chroma RGB для четкого выражения лица, микрофонами и динамиками, которые усиливают голос владельца. По традиции я хочу поблагодарить вас, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Не жалейте лайков этому выпуску, подписывайтесь на канал, рекомендуйте его друзьям и не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а я желаю вам отличного настроения, увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok